В начале недели, вне заранее запланированных графиков на встречу к президенту России, экстренно запросился госсекретарь США. Экстренные запросы уже превращаются в традицию. В таком же стиле не так давно на встречу с Путиным запрашивались Меркель и Оланд. Хотя, на мой взгляд, ничего реально экстренного в таких встречах нет. Просто западные лидеры постоянно нуждаются в поддержании текущих контактов с Москвой, а объявив о так называемой «изоляции» России, не оставили себе вариантов, кроме как запрашивать встречи экстренно. Путин, похоже, относится к этому терпимо и в экстренных встречах великодушно не отказывает, корректируя свой график. Во вторник вот экстренно принял в Сочи главу американской дипломатии Джона Керри. Сразу оговоримся, что эта встреча для прессы во многом осталась закрытой, хотя кое-что все же известно и уже определенно. Джона Керри в Сочи к Путину отправил лично Обама. Своего гонца президент США снабдил письменным приветствием Путину. На словах Керри добавил, что Обама был очень заинтересован в его встрече с Путиным. Уместно прозвучала от Керри и признательность за вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Сам Обама, правда, на 73-е победы не нашел ничего лучшего, как посетить компанию спортивной одежды и обуви Nike. Но сейчас, значит, все же дошло, что надо хоть как-то загладить это. Повторюсь, о сути четырехчасовых переговоров известно мало, все больше деталей. Вот еще одна. Керри жаловался на российскую прессу, даже вручил подборку обидных для Америки публикаций. В другие времена подобное можно было бы назвать диким. Можете себе представить, чтобы Лавров, например, вручил бы Обаме неприятные для России вырезки из американских газет? Ну да ладно, назовем это странным. Кстати, в списке обид есть и претензия к программе «Вести недели». Конкретно к выпуску от 19 октября. Вот тот, показавшийся обидным, фрагмент. Мы тогда рассказывали про исламское государство, новый халифат на территориях Ирака и Сирии. Напомним, о чем тогда шла речь. Наиболее радикальная часть ислама строит новый халифат. И, что важно, не признает современной системы права, включая международное и даже государственное границ. Кстати, есть в этом что-то общее с поведением США. На первый взгляд, парадоксально, но если приглядеться, то не очень. Судите сами. Барак Хусейн Обама, например, полагает, что может распространять свою юрисдикцию на весь мир, невзирая на границы. И так же считает халиф Абу Бакр Аль-Багдади. Барак Хусейн Обама убежден, что имеет право на убийство без суда. С ним согласен и халиф Абу Бакр Аль-Багдади. Барак Хусейн Обама готов силой навязывать другим странам и народам свои представления о прекрасном. И туда же халиф Абу Бакр Аль-Багдади. А жестокость? Правда, президент США ее прячет. Убийство нам показывает с высоты птичьего полета. Так что мы не видим оторванных голов и изуродованных тел. Халиф предпочитает демонстративные устрашения в кадре. Но жестокость остается жестокостью, независимо от того, есть она крупным планом на видео или нет. Наконец, Барак Хусейн Обама, обуревая мессианством и идеей исключительности, халиф Абу Бакр Аль-Багдади тоже. Не правда ли? Много совпадений. В США сопоставление политики Обамы с политикой лидера исламского государства почему-то сочли недопустимым. Хотя сам Обама, а не просто какой-то отдельный журналист, не раз ставил на одну доску ИГИЛ, Россию и вирус Эбола. Но сейчас, после визита Керри в Сочи из российского МИДа, в Вести недели добросовестно позвонили и, в общем, надо честно признать, старались работать. Наш коллектив воспринял это с пониманием и сочувствием трудности миссии. Ведь, ладно, Вести недели, а как МИДу воспитывать других обидчиков Америки? Керри, например, жаловался на демотиваторы с сайта ЯПЛАКАЛКОМ. Но что МИД может с ними сделать? А если и сделает что-то, то сами же американцы нам и предъяву отправят, мол, в России цензура демотиваторов. В общем, есть от Керри для нашего МИДа задачка. Но главное все же, что российско-американские переговоры в Сочи прошли. Сергей Лавров назвал их буквально чудесными. Путин по окончании официальной части предложил продолжить беседу за бокалом краснодарского вина. Что хороший знак. Американский госсекретарь после всего выглядел вполне примирительно. Крым не упоминал о мифических российских войсках на Украине ни слова. Минские соглашения приветствовал. Украина была темой, но и кроме нее у США и России есть что обсудить. Например, Ближний Восток, где убивают каждый день, не считая. Кстати, буквально вчера духовный руководитель Ирана Аятала Хаминеи заявил, что Иран будет поддерживать все подвергшиеся несправедливому нападению страны на Ближнем Востоке. А американцев обвинил в том, что те тайно поддерживают терроризм в регионе. Стоит ли Соединенным Штатам и тем более России игнорировать Иран? Уж точно нет. Продолжать играть в изоляцию Москвы тоже глупо. Об экстренном визите госсекретаря США Керри к Путину из Сочи наш политобозреватель Павел Зарубин. Вы не могли бы отойти на секундочку? Извините, спасибо, я не собираюсь давать интервью. Никаких интервью, спасибо большое, спасибо. У Марии Харф и Виктории Нуланд, обычно с легкостью делающих резкие антироссийские заявления, в тот вечер желания общаться с журналистами не было совсем. Они так торопились исчезнуть из поля зрения нашей съемочной группы, что решили не ждать, пока с дороги отъедет огромный внедорожник Керри и начали перепрыгивать с асфальта через кусты на газон. И вот так по газону и покидали резиденцию российского президента. Сказать им, похоже, действительно было нечего, ведь несколькими минутами ранее все сказал глава американского госдепа. Отвечая на вопрос вести недели, Керри сделал заявление в такой тональности, какой от США не слышали ни разу за все время украинского кризиса. Как соотносится с минскими договоренностями, все более воинственное заявление, которое мы слышим из Киева, накануне буквально господин Порошенко, выступая перед силовиками, заявил о том, что Донецкий аэропорт обязательно будет возвращен. Вот как вы можете такие заявления прокомментировать? Если действительно президент Порошенко выступает за то, чтобы начать какие-то силовые операции, мы бы предложили ему прежде подумать, чем предпринимать такие действия. И мы будем весьма озабочены их возможными результатами. Сейчас, в данный момент, это было бы очень деструктивным шагом. Такие заявления прозвучали после многочасовой аудиенции Лаврова и Керри у российского президента. К Путину, впрочем, американский госсекретарь попал далеко не сразу, как приехал. Все утро и весь день с ним вел переговоры российский министр иностранных дел. Опытнейший дипломат Лавров на встречу с главой американского госдепа приехал на ретро-автомобиле «Победа». Керри, конечно, доложили, что это за машина. Здравствуй, Сергей. Как дела, мой друг? Друг Сергей предложил сделать то, ради чего встретились именно в этом месте. Подняться на 129 ступеней вверх, чтобы возложить венки в память о погибших в Великую Отечественную войну. Дальше главу американского госдепа ждали переговоры с Лавровым один на один в гостинице «Родина». Сергей Лавров подарил Джону Керри краснодарские помидоры и картошку, находящуюся в дальних родственных связях с той, которую в свое время ему привез американский коллега. Ту картошку Керри подарил Лаврову в Париже в начале прошлого года, еще до переворота на Майдане и до введения санкций США и Евросоюза. И вот спустя год в России, находящейся под санкциями, главе американского госдепа вручают свежие российские овощи. Как встреча, правда? Чудесно. Впрочем, главное было еще впереди. Лавров и Керри едут в резиденцию Путина. Приехав, глава американского госдепа и посол США ждут. Чтобы скоротать время, здороваются с операторами, за руки машут журналистам и снова ждут. Входят Лавров и Ушаков. И только затем появляется Путин. Лишь несколько секунд протокольной съемки. Обычные для этого момента слова о погоде, о впечатлениях от города. Затем двери закрылись. И переговоры, признают ли сами дипломаты, шли необычно долго для такого формата. Вот в этом зале Путин, Лавров, Керри и Ушаков провели более четырех часов. Абсолютная рабочая обстановка. Столы, стулья, американская и российская делегация сидели друг напротив друга. Здесь также мы видим спички. Камин. Неизвестно, горел ли он во время переговоров. Но если присмотреться, то можно увидеть, что недавно камин использовался. Под конец переговоров американской делегации было предложено кубанское вино. Джон Керри не отказался. Помощники к тому моменту ждали министров уже так долго, что когда они вышли, оказались не готовы. Помощник Керри буквально отбегал от его трибуны. Мы договорились использовать влияние Соединенных Штатов и Российской Федерации на стороны конфликта для того, чтобы последовательно, настойчиво побуждать их к поиску и достижению договоренностей по практическому выполнению всего того, о чем договорились в Минске. Мы будем бить в одну точку, что все то, о чем записано в документе 12 февраля, нужно добросовестно, неукоснительно выполнять. Керри при ответах постоянно заглядывал в заранее заготовленную огромную папку. И там в тексте, судя по выступлению, в нескольких местах о выполнении Минских соглашений. Если эти соглашения будут выполнены, то совершенно ясно, что тогда начнется отмена санкций США и Евросоюза. Санкционная тематика поднималась не российской стороной. И эта тема по-прежнему не является вопросом в нашей повестке дня. Пресс-конференция еще продолжалась, а мировые СМИ уже взорвались. Шквал комментариев. Похоже, что разговоры об изоляции России из-за кризиса на Украине остались в прошлом. Эта страница перевернута. Газеты и телеканалы обращали внимание. Тон США изменился сразу после празднования Дня Победы в Москве. Тот факт, что рядом с Владимиром Путиным сидел глава Китая, дал понять совершенно ясно даже для идиотов режима Обамы, что Вашингтон больше не единственный источник силы. Обаме, Кэрри и Кэмерону придется стать фокусниками, чтобы перейти от демонизации Путина к сотрудничеству с ним. Это так унизительно, переговоры в Сочи. И почему же? Потому что именно в Сочи проходили Олимпийские игры. Это был огромный венец путинской славы. И, кстати, когда вы летите в Сочи, выгляните в иллюминатор. Что мог увидеть Кэрри? Крым – крымский полуостров, который Путин аннексировал. При этом США даже не издали ни звука. Про то, что не издали ни звука, безусловно, преувеличение. Но факт. В Сочи на пресс-конференции Кэрри не сказал про Крым ни слова. Для меня было большой честью провести много часов с министром Лавровым и президентом Путиным. Я благодарен президенту за то, что он посвятил этим дискуссиям так много времени. И я выразил от имени президента Обамы благодарность за готовность России участвовать в таком диалоге. У нас есть понимание необходимости избегать шагов, которые способны нанести долгосрочный вред двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами. И сотрудничество наших стран в самых разных областях. Сказать журналистам хотелось так много, что у Керри не нашлось ни секунды. На глоток воды из бутылки с минеральной водой, поставленной помощником прямо под ноги. 12-часовой визит совершился ночью. Павел Зарубин, Антон Чигаев, Александр Фролов, Василий Коньков и Александр Руденко. Вести недели. Сочи. Павел Зарубин, Антон Чигаев, Александр Руденко. В Сочи к Путину отправил лично Обама. Своего гонца президент США снабдил письменным приветствием Путину. На словах Керри добавил, что Обама был очень заинтересован в его встрече с Путиным. Уместно прозвучала от Керри и признательность за вклад СССР в победу во Второй мировой войне. В начале недели, вне заранее запланированных графиков на встречу к президенту России, экстренно запросился госсекретарь США. Экстренные запросы уже превращаются в традицию. В таком же стиле не так давно на встречу с Путиным запрашивались Меркель и Оланд. Хотя сам Обама, правда, на 73-е победы не нашел ничего лучшего, как посетить компанию спортивной одежды и обуви Nike. Но сейчас, значит, все же дошло, что надо хоть как-то загладить это. Повторюсь, о сути четырехчасовых переговоров известно мало, все больше деталей. Вот еще одна. Керри жаловался на российских встречах, великодушно не отказывает, корректируя свой график. Во вторник вот экстренно принял в Сочи главу американской дипломатии Джона Керри. Сразу оговоримся, что эта встреча для прессы во многом осталась закрытой, хотя кое-что все же известно и уже определенно. Джона Керри, на мой взгляд, ничего реально экстренного в таких встречах нет. Просто западные лидеры постоянно нуждаются в поддержании текущих контактов с Москвой, а объявив о так называемой изоляции России, не оставили себе вариантов, кроме как запрашивать встречи экстренно. Путин, похоже, относится к этому терпимо и в экстренных встречах.